Поскольку у нас в России доктор Google выдает вначале старые инструкции к препаратам и даже на сайте, чтобы найти последнюю инструкцию, надо долго потрудиться и знать, что нажать и куда идти, то нам давно пора уже сделать какую-то интернет-платформу, например, для назначения иммунотерапии. Для каждого препарата, для каждой нозологии, для каждой линии отдельные показания, как уже Татьяна Юрьевна говорила. Например, иммунотерапия рака легкого, вторая линия, неволумаб, отезолизумаб, ничего не определяем, фибролизумаб определяем от 1%, а в первой линии для иммунотерапии от 50%, а при раке желудка определяем СПС, а при раке молочной железы для отезолизумаба еще один новый тест, там определяется только экспрессия ПДЛ-1 на иммунных клетках, опухолевые уже не считаем. Ну и, в общем, мне еще пока удается, конечно, это удержать в голове, но думаю, что пора создавать какие-то вот такие регулярно обновляемые справочники или страницы, куда можно быстро зайти, быстро это вспомнить. Мне кажется, число посещений будет зашкаливать. Коллеги, есть ли у вас вопросы какие-то, потому что действительно очень нужная лекция? Можно я скажу? Да. Но мне кажется, что это, конечно, очень серьезное достижение в онкологии, вот открытие возможностей нападать на тех, от кого приходится опухоли защищаться, прежде чем развиться. И, но, что я хотел сказать, это не панацея, это все уже знают, что эффекты достигаются обычно в слайдах показывают красивые вещи, красиво ликвидируются, но все это в малом проценте случаев. А денег это стоит очень дорого. И я вообще сторонник того, чтобы в институтах онкологических создавать отделение иммунотерапии опухолей, чтобы туда укладывались больные с разными опухолями, потому что сейчас показано четко, что большое число опухолей, что-то 17 или 18 опухолей отвечает на иммунотерапию опухолей. Но не только они 100% отвечают, а только маленькая часть из каждой больных из опухолей. Поэтому мне кажется вообще, что эта такая практика должна вводиться вообще в онкологической борьбе против рака. Создавать такие отделения, это тогда более выгодно, и укладывать туда, кто уже, так сказать, проявил актив, на ком получен эффект уже и так далее. Вообще, замечательный доклад, конечно, она сделала. Татьяна, я хочу сказать, что мы получили пациента у меня МСА-Хай, и это множество обговоряется применение иммунотерапии, а эффективное применение высокое. Но при этом инфекционная нагрузка у него тоже высокая. Что это значит, согласно тому, чтобы сказать? То, что предполагаем иммунотерапия уже и наоборот. Это говорит о том, что если у пациента есть высокая микросателитная нестабильность, это значит, что таких пациентов, во-первых, немного, их малое количество. Это говорит о том, что если есть микросателитная нестабильность, в любом случае при мутационной нагрузке это основание для назначения иммунотерапии. С мутационной нагрузкой вопрос очень сложный с ее определением. Вот этот пациент, о котором вы говорите, он имеет еще больший шанс на выигрыш. То есть мутационная нагрузка сама по себе является предиктором. Болезнь какая? Вот при раке легкого, например, есть, так сказать, основополагающее исследование по определению роли мутационной нагрузки. Это исследование с неволумабом в первой линии, исследование общее, оно оказалось неудачным. Стратегия не зарегистрирована. Какой болезнь? Рак легкого, немалкоклещный рак легкого. Но больные с мутационной нагрузкой выше 10 мегабайт, выше 10 на мегабазу, извините, я оговорилась, мегабайта здесь ни при чем, они имели выигрыш. Но вот если очень глубоко и долго обсуждать это исследование, то совершенно четко становится ясно, кто не имеет вообще никакого выигрыша от иммунотерапии. Там была подгруппа больных без мутационной нагрузки, без экспрессии ПДЛ. Там анализировалось много факторов. Но в принципе считается, что мутационная нагрузка, а это количество несинонимичных антигенов, тот антигенный шум, который раньше мы считали бесполезным. Мы думали, что нужна драйверная мутация, но и действительно для таргетной терапии. Вот для развития, для реализации противоопухолево-иммунного ответа мутационная нагрузка – это благо, потому что иммунная система распознает как чужую роль. У меня конкретный вопрос. Тогда можем конкретно. Значит, больной с микросателлитной нестабильностью имеет зарегистрированные показания для назначения иммунотерапии. На сегодняшний день факт мутационной нагрузки при назначении иммунотерапии не учитывается официально. Таких показаний нет. Но в принципе это шанс пациенту, высокая мутационная нагрузка на ответ. НГС делать ему или нет? Вы делаете только МСА. Я призываю, так сказать, в рамках клинической практики ориентироваться на зарегистрированные показания. Зарегистрированные показания – это наличие микросателлитной нестабильности. Вы микросателлитную нестабильность определили и сказали, что у пациента есть микросателлитная. В каком случае нам нужно делать МСА-Хай? А для назначения не требуется МСА-Хай. Мутационная нагрузка – это незарегистрированные показания. Идут научные исследования. Спасибо. Еще вопрос. Татьяна Юрьевна, Вы сказали, что при псевдопрогрессировании не нужно торопиться с отменой. Как мы это можем понять? Мы смотрим больного после назначения химиотерапии прогрессирование. И мы ему отменяем препарат, и через какое-то время мы видим, что опухоль уменьшилась. Это псевдопрогрессирование или что это? Смотрите, но это вопрос. Если мы говорим о химиотерапии, это одна ситуация. Здесь, соответственно, четко работают критерии РЕЦИСТ. Если идет определенное увеличение в рамках 20%, то все в рамках стабилизации. Не надо торопиться с переходом. Самое важное, если мы говорим о химиотерапии, появлении принципиально нового очага. Если мы говорим о иммунотерапии, по большому счету, здесь даже появление дополнительных очагов не имеет значения. Больше значения имеет то, как пациент, собственно, себя ощущает. И вот минимум 8 введений, если мы говорим о чайкодных ингибиторах, в 3 месяца оптимально пациенты наши должны получать. Даже если есть тенденция к увеличению, к прогрессированию. Сколь угодно у наших пациентов при немегаклеточном раке легкого, их немного, но тем не менее, выполнялось хирургическое лечение. Там не было опухолевых клеток, хотя инфильтрат достаточно был высокий. Поэтому самое важное, если мы говорим, если метастатическая болезнь, не надо торопиться со смены терапии, если это не сопровождается висцеральным кризом. Если нет угрозы жизни пациента. Согласна? Очень сложная ситуация для железных нервов, потому что на прошлой маске, вот не на последнем, сейчас только что прошло, а, соответственно, прошлогоднем, была представлена работа, опять-таки, при немелкоклеточном раке легкого исследования с отезолизумабом. Где больные с прогрессированием на отезолизумабе имели пользу от дальнейшего его продолжения. Но я не знаю, какие надо нервы иметь, чтобы в клинической практике продолжать. Продолжать, да, очень сложный вопрос, который вы, к сожалению, решаете индивидуально с процентом.